СЕРЫЙ ВОЛК МК-03, ствол 336 мм, и карабин СКС, ствол 520 мм, если Фил не врет. Патрон обычный Барнаул, СМШ-2 на 39, партия 293, 16-й год, месяц ноябрь. Сейчас по три выстрела прогоним, посмотрим. И потом, что можно сравнить, этот же патрон на карабине Фила с ДТК и без ДТК. Так, рампус меняем. 6-6-2, 6-5-0, 6-5-4. Патроны пробовали на морозе где-то часа уже четыре, да? Какой мороз? Минус пять сейчас от силы. Но все равно отрицательная температура. Так, берем теперь СКС. Да, ладно. Мы просто стрелять не умеем, но любим. 712 мм, это уже лучше. 760 мм, 709 мм. 50 метров в секунду, да, разница? Да. Разница не очень большая. Круто, слушай. Положи рядом, чтобы стволы сравнить по длине, по уровню патронника. Так, где у нас тут? Магазин отстегни от СКС. Потому что это такое простое дело. Положи. И вот просто рядом положи на уровне патронника. Да, где у нас патронники. Вот патронники. Длина ствола у карабинов отличается на 2 см. И, соответственно, скорость начально отличается на 50 метров в секунду. В пользу СКС. Соответственно, настильность будет лучше. И он может стрелять на более дальнюю дистанцию, чем этот каратыш. Вопрос только по точности. Ну, еще проверим разницу скорости между классическим карабином СКС и карабином СКС «Филла», у которого отключен газоотвод. Патрон один и тот же. Так, а зачем мы зарядили? Для статистики. 708, 709, 720. Берем затюненный карабин «Филла». Также три патрона. Надо говорить, снайперский карабин «Филла» берем. Это даже не снайперский карабин «Филла», это бластер «Филла». И также три выстрела. Опа! Не застрелил. Ну ладно, ладно, акцентируйте внимание на мелочи. Он застеснялся просто. Его перехвалили. Шестьсот девяносто два. Да, слушай, даже меньше. Что-то непонятно. Не привычно. Ну давай еще пару. И тут что-то пошло не так. Так. Ну и выстрел. Семьсот девять. Какая же скорость получается? Сейчас тогда четвертый счет. Выстрелим. Семьсот девять. Семьсот девять. Меньше, меньше. Так, давай еще один, потому что там может быть бракованный патрон. Да, конечно. Две мало, пять желтых. Так, сейчас наведусь поближе. На хром. Семьсот девять. Ни хрена подобного. И вот получается интересный вывод. Здесь газоотвод отключен. Здесь автоматика работает. А скорость начальной пули из оружия с заглушенным газоотводом, почему-то ниже. И теперь без ДТК. Отличает. То, что значит опытные блогеры. Друг друга с полуслова понимают. Семьсот десять. Да. Сажать не надо. Мимо пролетела, да. Не проблема. Серега, правее сдвинь ствол. Ага, вот так. Семьсот девять. Ну давай еще один. По три, по три. Да, никакой разницы нет. Никакой разницы. Вот меня с МКХ, конечно, сравнение поразило. На пятьдесят метров в секунду. А это мы занимаемся каким-то... Семьсот восемь. Меньше все равно. Там было семьсот девять. Самая маленькая. Для чистоты эксперимента попробуем тайгу МК без ДТК. Крати что-то. МК без ДТК. Уши. Сейчас будет громко. А это очень громко было. Шесть пять четыре. А та же самая скорость. Шесть сорок семь. Шесть пять пять. Стабильная пятьдесят метров в секунду разница. Опять тот же эффект. Без дожигателя скорость даже несколько нигде. Только очень громко. Ну очень громко. Так, Сергей, давай свои выводы по поводу тридцать девятых патронов на разных аппаратах. Выводов я не делаю. Но некоторые результаты удивили. Получается, что у нас двадцать сантиметров ствола дают прибавку скорости по пятьдесят метров в секунду. Это, конечно, неплохо, но наличие ДТК и его отсутствие на скорость пули абсолютно не влияет. В принципе, теоретически, здесь нет отвода газов. Нет потери мощности на выброс гильзы, движение затвора. И должно быть... И в теории получается опять же, что скорость начальная должна быть больше. По факту мы не видим не только прибавки, но даже некоторое падение скорости. Да, один-два сантиметра в секунду, это, конечно, не статистика, но тем не менее. Выводы делать вам. На этом всем спасибо. Всем пока. До новых встреч. Смотрите мои видео, видео моих товарищей. Подписывайтесь, оценивайте. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok